У нас такой вид спорта и вообще такая деятельность. Не я один страдаю травмами. Была сломана орбитальная кость сразу и небольшие проблемы с сетчаткой. В раздевалке присутствует врач, который может зашить эти сетчатки. После боя в раздевалочке я спокойно отдыхал. Ну, я бы не сказал, что это лучший бой точно. Для зрителей он был такой смотрибельный, была кровь, жесткие попадания, борьба, переводы. Было все в этом бою. И пошел за бой! Но времени не хватит Михаилу. Пойдет в открытый бой дуал. Рубка! Война крюков. Самая настоящая и подхватывает. Да, все правильно сделал Михаил. Ну, мы закатили неплохой бой. Но еще раз повторюсь, со стороны спортсмена, бойца меня, конечно, это был не лучший бой. Лучше было бы, если бы я ничего не пропустил и не получил никаких травм. Сейчас, слава богу, я все залечил. Все нормально, меня ничего не беспокоит. И я готов к очередному бою. Насчет реванша. Если это будет интересно зрителям, интересно организаторам, и они скажут, что вот, там, твой следующий соперник Инамото, конечно, я даже, ну, где-то обрадуюсь, наверное, что можно будет доказать, что я все-таки лучше, как спортсмен. Я несколько раз пересматривал этот бой очень внимательно. И даже мы посылали видео, если честно, в Союз ММА России. Там тоже отдали мне бой с минимальным преимуществом. Сам я его вызывать, в общем, на бой не намерен и не собираюсь. Это уже старая история, пройденный этап. Завязать с боями, наоборот, знаешь, когда у меня появился сын, у меня стало больше мотивации, и я перестал об этом думать. Хочется обеспечить моему сыну, моей жене какую-то, можно сказать, безоблачную жизнь, по крайней мере, в ближайшее время, чтобы они ни в чем не нуждались. Этот бой, ну, достаточно на бумаге тяжелый для меня. Из тяжей у нас Иван Штырков, который мне очень сильно помогает в подготовке к этому бою. И мне очень удобно с ним работать, потому что, я думаю, Прада будет примерно таких же габаритов. А для меня тут именно спортивный интерес. Я именно и хочу проверить, насколько я готов к 93-м килограммам. Вот этот бой будет, в принципе, показателем для меня. Михаил Ракосин!